Ну что, представьте себе такую картину. 91-й год. Независимый Казахстан. На свет появляется наша героиня Виктория Маслова. А потом хлоп, ее семья собирает чемоданы и переезжает в Россию, в город шахты Ростовской области. Представляете, какое название? Но нет, это не район на Луне, это реально такой город. В общем, вот там-то и началась настоящая жизнь Вики. Неудивительно, что Виктория выбрала актерскую стезю. Родители ее были настоящими театральными людьми. Наталья и Валерий Масловы. Донские казаки, кстати, если это кому-то важно. В общем, в таком антураже театральных кулис Вика с самого детства была окружена настоящей драмой. В прямом и переносном смысле слова. Папа с мамой, наверное, думали, что их дочка играет в артистку, как другие дети играют в доктора. Но девочка была настроена серьезно. Она уже тогда мечтала стать звездой экрана. Ну и, конечно, родители не могли просто смотреть на это сквозь пальцы. Они поддерживали дочь во всем. Вика была очень разносторонним ребенком. С одной стороны, ее тянуло к культуре, к искусству. И она училась музыке. Занималась вокалом, акробатикой, танцами и даже жонглированием. Да-да, это не шутка. С другой стороны, в голове у нее были странные идеи. Она мечтала прыгнуть с парашютом. И вот только папа, настоящий военный, успел ее отговорить от этого безумного шага. Но вообще, она была ранимая и сентиментальная. Когда мама читала ей «Льва и собачку», «Льва Толстого», Вика ревела так, что соседи, наверное, думали, что в доме кто-то серьезно заболел. Первое появление на экране случилось еще до того, как Виктория успела окончить школу. Ей предложили небольшую роль в фильме «Любовник» с Олегом Янковским. И вот тогда-то она поняла, что ее мечта реальна. Поступать в актрисы было решено окончательно и бесповоротно. Она даже попыталась поступить в знаменитую школу-студию «Эмхат» коллегу Табакову, который, кстати, заранее отметил талант Виктории. Но в этот момент, как назло, Табаков передумал набирать курс. Ну, вот кто мог такое предсказать? В итоге Вика пошла учиться в Ярославский театральный вуз, где попала на курс к Александру Кузину. Учеба далась Виктории с трудом, как это часто бывает в творческих вузах. Студенты там постоянно мечутся между сценой и обычной жизнью, теряя при этом реальность. Виктория не была исключением. Бывали моменты, когда она всерьез думала бросить все это дело и вернуться в родные шахты. Но, как говорят, выдержка – залог успеха. Получив диплом в 2006 году, она открыла новую страницу своей жизни. И вот тут начинается настоящее приключение. В 2008 Виктория перебирается в Москву. Думаете, там ее ждали с распростертыми объятиями? Как бы не так. Первые дни она ночевала на вокзале, а однажды даже попала в драку. С, как бы это помягче сказать, дамой низкой социальной ответственности. Та подумала, что Вика пытается занять ее рабочее место. Но после этого случая жизнь потихоньку начала налаживаться. Виктория устроилась в Московский театр «Сфера», где ей выделили комнату в общежитии, и она начала свой путь к вершинам актерского мастерства. Актерская карьера пошла в гору. Одна за другой следовали роли в сериалах. В 2009 она впервые блеснула в том спальном районе, где сыграла женщину на 10 лет старше. И, внимание, мать троих детей. Это было испытание на прочность, но она справилась. Потом были другие проекты, среди которых особо можно отметить «Земского доктора», да, опережая выстрел, и, конечно, там «Неженское дело» – сериал, где она сыграла женщину-полицейского. Но на этом ее звездный путь не закончился. В 2015 году она снялась в биографическом сериале «Власик. Тень. Сталина», где на пробах ее спросили, «Сможешь ли ты раздеться в кадре?» И что бы вы думали? Виктория без колебаний ответила, «Да, вот это подход, да?» А уже в 2016 ее можно было увидеть на первом канале в сериале «Тонкий лед». В следующие годы она продолжала радовать поклонников новыми работами, одной из которых стал детектив Невский, где актриса сыграла в двух проектах подряд. Не так давно зрители заметили, что Виктория радикально изменила внешность. Короткие волосы и светлый цвет. Конечно, это вызвало массу обсуждений. Одни связывали ее новый образ с ролью в сериале «Триггер», другие – с личными изменениями в жизни актрисы. Сама она в интервью заявила, что на такие перемены ее сподвигли определенные события, но вдаваться в подробности не захотела. Все же личная жизнь – это личная жизнь, не так ли? Пока Виктория продолжала удивлять своих поклонников актерскими работами, ее личная жизнь оставалась загадкой. Аудитория ломала голову, кто ее избранник, и почему она так тщательно скрывает эту информацию. На вопросы про отношения и детей Виктория отвечала уклончиво. Мол, ее сердце занято, но кто именно стал счастливчиком, это секрет за семью печатями. Однако, если внимательно присмотреться к ее интервью, становится понятно, что актриса всегда ценила традиционные семейные ценности и мечтала о детях. Да и поклонники уже давно ожидают, что однажды она раскроет все тайны своего личного счастья. Интересно, что Виктория не только играет роли на экране, но и увлекается поэзией. Да-да, вы не ослышались. В свободное время она пишет стихи и иногда публикует их на своей странице в социальных сетях. Можно только представить, как же это удивляет ее фанатов. Актриса, которая и в кино талантлива, и в поэзии нашла себя. Такое сочетание умения погружаться в чужие образы на экране и писать изысканные строки о своих чувствах – это редкость, согласитесь. Но не подумайте, что Виктория просто домашняя поэтесса и любительница вечеров с книжкой. Она обожает активный отдых. Если вы думаете, что актрисы проводят свободное время в спа-салонах или на светских раутах, то Виктория точно разрушает этот стереотип. Ее друзья с улыбкой рассказывают, что в развлекательных центрах она всегда первой, бежит к аттракционам и с азартом соревнуется с детьми в подвижности. Как вам такой неожиданный поворот? Не хватает экстрима в кино? Добавляй его в реальной жизни. А что же насчет кухни? Виктория – радушная хозяйка, которая обожает готовить для своих близких. Особенно ее блюдами довольны друзья, ведь актриса не просто готовит, а печет потрясающие десерты. Причем не просто так, а с особым вкусом и вниманием к деталям. Сама Вика говорит, что кулинария – это один из ее способов выражать заботу и любовь к близким. А для некоторых ее рецепт хорошего настроения – это просто вкусный пирог на завтрак. Время идет, карьера Виктории продолжает развиваться стремительно, а ее жизнь остается наполненной творчеством, работой и немного таинственности. Но если даже личная жизнь остается за кадром, то ее яркие роли на экране говорят сами за себя. Вика уверена, что ее персонажи всегда должны быть разными, чтобы не было ощущения, что она играет саму себя. И знаете, у нее это получается. Режиссеры любят работать с ней за профессионализм, а зрители – за искренность и харизматичность, которая передается через экран. Но самое важное для Виктории – это ее внутренняя энергия. Она уверена, что красота – это далеко не самое главное в актерской профессии. Харизма, огонь внутри – вот что действительно делает ее яркой и уникальной. И если судить по ее успехам, она точно знает, как заставить людей влюбляться в ее образы. Так что в следующий раз, когда вы будете смотреть очередной сериал или фильм с ее участием, просто знайте, за каждым образом стоит долгий путь, наполненный приключениями, вызовами и немного магией настоящего таланта. Субтитры создавал DimaTorzok